Приветствую вас. Прочитал ваш вопрос. Вопрос касается того, что человек описывает свою жизнь как череду неудач, как череду каких-то проблем, вот, или как череду каких-то трудностей, как череду каких-то сложностей, вот. Человек описывает свою жизнь как очень тяжелую, как очень сильно наполненную борьбой, вот, просто за то, чтобы жить, по его словам, нормально. То есть прийти из минуса в ноль, по его словам. Вы знаете, я не буду читать весь ваш текст, он довольно-таки объемный. Вот, я хотел бы, наверное, просто дать какую-то обратную связь. Ага, ну, во-первых, чувствуется, что у вас накопилось очень много боли, обиды. Вот, возможно, даже чего-то связано со злостью, вот, возможно, чего-то связано с агрессией, вот. С таким вот желанием обвинить, ну, других людей в том, что с вами происходит. И это нормально в данном конкретном случае, я думаю, что первое, что вам желательно сделать, это вот именно выразить все те чувства, которые у вас имеют место быть. Потому что, ну, как бы, не сложно здесь увидеть, насколько вам тяжело, да? С другой стороны, конечно, есть столько ощущения, что вы берете на себя слишком много, требуете от себя слишком много, есть ощущение, что вы пытаетесь оправдать ожидания людей, которые находятся вокруг вас, вероятно, это ваши родители, может быть, это кто-то еще. Вот, не что ли это, в данном случае, важно. Вот, ну, факт остается. Фактом, да, вам действительно очень-очень тяжело. Как мне кажется, ваше состояние в целом, вот, как бы, как бы я его описал, да? Это состояние такой, такой подавленной злости, я бы описал это состояние. Злости, обращенной на себя, получается. В виде аутоагрессии, в виде размышлений о смерти, вот, в виде каких-то элементов разочарования в жизни и так далее. Вот. Это то, что мне видится. Естественно, вы с этим можете быть не согласны. Я не претендую на истину. Не утверждаю ничего, вот. Ну, то есть, не пытаюсь, не пытаюсь в данном случае чего-то утверждать наверняка. Но, вот, так мне это видится. И, вот, то, что я могу вам сказать, отсказать, это, вот, об этом. Вот о том, что довольно много у вас, в этом смысле, трудностей. Так же мне, в принципе, показалось, что вы изначально росли и развивались, как будто бы в определенном кризисе. То есть, как будто бы, вот, изначально вы росли и развивались, уже находясь в таком состоянии кризиса. В состоянии какого-то, вот, ну, состояния подавления, что ли. Вот, и вследствие этого, в частности, вам так тяжело. Поэтому я бы, конечно, рекомендовал бы психотерапию. То есть, вопрос по поводу того, что вам делать со своей жизнью, я думаю, ну, вы можете решить сами. Но, если вы хотите изменить свою жизнь, если вы действительно хотите изменить свою жизнь, в этом я могу помочь. И не только я, да? На самом деле, в этом могут помочь любой специалист, к которому вы обратитесь за помощью. Что касается ситуаций, которые вы описали, то мне кажется, что, несмотря на большое количество трудностей и проблем, вы все же эти трудностей и проблемы, как будто бы, не умеете встречать. Не умеете встречать, потому что, на мой взгляд, не чувствуете себя достаточно хорошо. Не чувствуете свои возможности достаточно хорошо. Не чувствуете свои границы достаточно хорошо. То есть, вам сложно принять свои ограничения, в том числе, за счет, ну, вот, тех ожиданий, которые на вас лежат. Из-за окружения, из-за, в целом, какого-то вашего восприятия себя из других. И, соответственно, проблемы вас пугают, а выставить границы вам сложно, из-за чего возникает стресс. Как раз таки. Это все взаимосвязано. Так же, я бы сказал, что присутствует некоторая такая экзистенциальная проблема у вас. То есть, вам как будто бы в этом смысле сложно найти смысл своей жизни. Как будто бы вам, вот, ну, тяжело это сделать. То есть, как будто бы те цели, которые вы ставите, они, вот, ну, не знаю, насколько, насколько корректно было бы сказать, что как будто бы не ваши, да. То есть, вот этот момент, он не такой очевидный в данном конкретном случае, но есть у меня все равно такое вот чувство, что, ну, действительно, как будто бы не совсем, не совсем это для вас очевидно. То есть, цели вроде бы есть, а вот важности этих целей, значения, чувствования этих целей как будто бы нет. И я бы сказал, что цели, которые вы себе ставите, не являются аутентичными. То есть, что это значит? Это значит, что, когда вы ставите себе цель, то эта цель предполагает, на самом деле, достижение другой цели, да. Вот вы пишете, что хотели уехать в страну, где жили ваши предки. И это, обратите внимание, не про то, что вам нравится эта страна, где жили ваши предки. Это выглядит просто как бегство. И, нет, это не плохо, что вы хотите убежать, но в том смысле, что хотите убежать, как бы, и бегите. Я не думаю, что само по себе это является какой-то вот трудностью и так далее. Но, обратно немножко в другом, обратно в том, что, совершенно очевидно, что именно вот с постановкой, именно с постановкой целей у вас есть проблема. Понимаете? Потому что вы, вроде бы, цели себе ставите, вроде бы, вроде бы, цели у вас есть, а в то же время они, как будто бы, вот, не совсем отражают вот то, чего бы вы хотели. Вот, то есть, как будто бы, постоянно, вот, происходит такое вот, что называется, смещение куда-то, ну, куда-то в другое место, в другое направление, я бы так это сказал, да? Вот, понимаете, надеюсь, что я хочу сейчас вам донести. Вот это очень важный момент, и, соответственно, разобраться с ним, ваша первостепенная задача. Вы хотите получить подтверждение от того, что вы не один такой. Предполагаю, что вам будет легче, если вы будете начать, такая проблематика происходит не только у вас. Но вам, на самом деле, не будет легче, если вы будете знать, что такая проблема не только у вас. Но вам, на самом деле, не будет легче от того, что вы узнаете, что, ну, как бы, что бывает и хуже, да? Всегда бывает хуже. Ну, мне станут от этого легче, потому что ваши собственные проблемы от этого не станут менее болезненны, а конфликты, которые у вас есть, не исчезнут. Вот. И, к сожалению, то, что я сейчас скажу, будет неприятно, вы присвоите впечатление человека, который не встречается с личной ответственностью за себя и за свою жизнь, то есть вы не отвечаете за себя и за свою жизнь. То, что вы пытаетесь делать, то, что вы делаете, то, что вы делаете, те усилия, которые вы делаете, предлагаете, точнее, это не про личную ответственность. Это про...друг...немножко другое. Это про...други словами. Это про обязанности. Это про...заставление себя. Да. Больше. Вот. И правда в том, что личной ответственности здесь очень мало. Я бы даже сказал, что ее нет вообще. А личная ответственность это то, как вы, вот конкретно, лично вы относитесь к тому или иному. Этому нужно учиться, потому что свои чувства вы привыкли игнорировать. Это...совершенно...совершенно для меня, по крайней мере, очевиднейший факт. Вот. И...вам нужна в этом помощь. Я не знаю... Хотите ли вы этой помощи ГП, вы ли вы эту помощь приняты. На данный момент приняты. Но, тем не менее. Ну, вот и все. Поэтому... Вам нужно...эм...учиться быть в контакте с собой. Учиться прислушиваться к тебе. Да. Это определенный риск. Да. Это изменит вашу жизнь. Да. Это сделает ее и вас менее удобной, более рискованной. Но вместе с тем более живой. А сейчас вы, к сожалению, производите впечатление у человека действительно мертвого. Но не физически. А психологически. И если вы захотите перестать таким быть на самом деле. Вот. То, соответственно, в этом можно вам помочь. Но! Есть еще один момент. А именно. Вторичная выгода. У ситуации, в которой вы описываете, есть вторичная выгода для вас. Какая-то. Я не знаю какая-то. И никто кроме вас этого не знает. Нет. Догадываться можно. Догадываться можно. Но я бы не хотел. Я бы не хотел. Догадываться поэтому этот аспект лучше разобрать. Разобрать в первую очередь вам. К вам. Что вы получаете от этой? Да. Казалось бы неприятной ситуации. Но тем не менее вы что-то от нее получаете. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго. И удачи. Обращайтесь. Удачи. 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 Продолжение следует...